Магнитогорское городское собрание депутатов. Телекомпания ТВИМ. Магнитогорская энергетическая компания. Представляют 15-я ежегодная церемония оглашения победителей журналистского конкурса «Город и мы». Мы продолжаем церемонию оглашения имен победителей 15-го ежегодного журналистского конкурса «Город и мы». Переходим к специализированной телевизионной номинации, которая звучит так. Лучший телеведущий Александр Олегович. Очень яркая номинация. Интересно, что в уходящем 2020 году лучшая телеведущая «Черешнева Юлия». Деловая неделя, так называется ее программа, телекомпания ТВИМ. Я в журналистике с 2004 года. Я успела поработать и на радио, и в газете. Но в 2007 году я пришла на телевидение, на МГТРК, когда еще. И я влюбилась в эту профессию. В этом году я пришла работать на телекомпанию ТВИМ. Здесь немножко другие темы, здесь больше снимаемый комбинат. И я вникаю сейчас в эти все производственные тонкости. Это тоже очень интересно. И наша профессия позволяет не стоять на месте, а постоянно узнавать что-то новое, новое, новое. И вот за это я ее очень-очень люблю. Очень, кстати, выигрышный формат. Люди людям о людях. И с нескрываемым удовольствием мы продолжаем нашу церемонию. И объявляем победителей в номинации «Люди и магнитки». «Люди и магнитки» две номинации мы начинаем с телевизионщиков. Наумова Дина выпустила серию материалов. И за один из них под названием «Лучший машинист конвейера» она получила этот приз ТВИМ телекомпании. Со зрителями телекомпании ТВИМ у меня давняя дружба. Более 10 лет с перерывами на три декрета. Начиналось все с магнитогорского времечка. Для меня это было, что называется, с места в карьер. Потому что на тот момент я обучалась на пятом курсе филфака «Могу». У меня не было журналистского опыта, но пришлось сесть в прямой эфир. Ну а сейчас я помогаю делать для вас новости для программы «Время местное» и стараюсь радовать интересными авторскими программами. Среди печатных средств массовой информации победу в номинации «Люди и магнитки» одерживает Черепанова Наталья Сергеевна. Материал «Резервы Бога». Браво! На следующем конверте начертано. Лучший информационный проект, посвященный 75-летнему юбилею победы. Лучший информационный проект, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получает за материал «Тыл и фронт. День за днем», так это называется, в магнитогорском металле этот материал выходил и не один, автор Андреева Ирина Владимировна. В этом году наиболее памятной была для меня работа над рубрикой «Тыл и фронт день за днем». Это была работа, перефразируя известную песню, со слезами на глазах. Слишком много горьких страниц в истории Великой Отечественной. Подведя итог, скажу, что журналистике я более 30 лет. И дай Бог, чтобы вот эта связь с моей журналистикой продолжалась еще долго и была успешной. Аплодисменты победителю. Переходим в следующей номинации. Я знаю, и вы, Александр Олегович, знаете, какие жаркие дебаты вызывают обсуждение номинантов в рубрике, начертанной на следующем конверте. Объектив мастера. В номинации «Объектив мастера» в телевизионной сфере «Титов Дмитрий» материал «Аэростаты». Ну, судя даже по названию, он, видимо, летал. Вот сейчас он сам об этом и расскажет. Внимание на экран. Я не умоляю достоинств других профессий ни в коем случае, но здесь мне нравятся постоянные движения, съемки, переезды, новые люди, новые места, новые знакомства, что-то, видим, новое. Может быть, потому что я сам активный человек, я немного увлекаюсь спортом, и поэтому мне нравится вот это вот движение. Газетный гуру сочного кадра в этом году – Воронцова Динара Фаритовна, газета «Магнитогорский рабочий». Работа мне очень нравится. Работа хлопотная, но творческая. И занимает все мое время. Аплодисменты победителям. Лучшим информационным сайтом признан... Откройте интригу. Лучший информационный сайт «Магнитки» за 2020 год им стал сайт «Магнитогорского металла» за создание цифрового архива газеты. Технический редактор этого сайта – Марина Малиновская. Руководством было принято решение привести тот архив, который накопился за долгие годы, в какое-то единоначале. А затем уже в век наступивших цифровых технологий его оцифровать и привести в электронный вид. И эту работу предложили мне. Прежде чем огласить победителя в номинации «Лучшая корпоративная СМИ», я бы хотел сделать вот такое вступление. Многим кажется, что журналистика – это легко, дескать, не кувалдой махать. До поры так думал и главный редактор одной многотиражной газеты, наш давний друг Денис Росляков. Итак, лучшим корпоративным средством массовой информации по единогласному решению членов жюри стала газета «Огнеупорщик». Главный редактор Денис Росляков. Денис, вам слово. Мы не думали, что когда мы выпустим первый, второй, третий номер, мы дойдем до сотого. Но это случилось, это произошло благодаря слаженному коллективу, который работает все эти восемь лет на создание корпоративного вестника «Огнеупорщик». А это одна из частей социальной программы нашего предприятия, как наряду с производственными социальными программами. Уже много лет партнером конкурса становится компания «Ситна», которая учреждает специальный диплом и приз «Я получал вкусно между нами» за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Александр Олегович, озвучьте победителя. Это газета «Магнитогорский рабочий», главный редактор Курлай Анасов. Во-первых, 1 января 2020 года газета отметила свой 90-летний юбилей. В этом же году вышла первая часть книги об истории газеты. Она называется «Онамагнитогорский рабочий. 90 лет в строю». В этом году мы тоже заметно продвинулись в части развития кросс-медийной журналистики. То есть у нас не только газета классическая, всеми любимая, старейшая. У нас есть сайт, где-то больше двух лет мы занимаемся активно его развитием. Кроме того, у нас еще и YouTube-канал «Открытая магнитка». Ну, вот, собственно, и все. Победители 15-го юбилейного ежегодного журналистского конкурса «Город и мы» определены. Многие уже получили в частном порядке дипломы и подарки. Александр Олегович, как вам новый формат? И, главное, будет ли конкурс в следующем году? Конечно, обязательно он будет. И в следующем году, и в годы последующие, после 21-го. А вот уходящий год показал, что пресса стала тем самым маленьким окошком, через которое люди, находящиеся в режиме самоизоляции, общались с внешним миром. А для некоторых людей вообще единственным окошком. За вот эту связь журналистам большое-большое спасибо. Мне очень симпатичен ваш ТВИНовский лозунг. Больше хороших новостей я его немножко усилю. Пусть в следующем году будут только хорошие новости. И сейчас главный сюрприз этой вечеринки в исполнении всего журналистского сообщества «Магнитки». Только проверенные факты. В самом позитивном выпуске самых хороших новостей этого года. После того, что будет сказано прямо сейчас, нам с Александром Олеговичем уже нечего будет добавить. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Я нашла новое увлечение, добилась новых высот в вокале. Занимаюсь, кстати, сама без педагога, поэтому это не так-то просто. Я переболела ковид, переболела очень тяжело, но осталась жива. Чему очень рада и благодарю Бога и врачей больницы на Уральской, врачей и весь медперсонал. У меня, как у мамы, наверное, сейчас все крутится вокруг детей, поэтому все важные события связаны с ними. Это и первые пятерки, которые сын стал приносить из школы. Это дипломы и награды, которые дочь стала приносить из детского сада, поэтому вот они важные события, которые наполняют сейчас мою жизнь. Столько времени, сколько мы проводили с сыном, никогда в жизни такого не было. Только в этом году. Это раз. Второе. Опять же, в связи с этим я научилась наконец-то готовить. Причем готовить очень хорошо. Я сейчас готовлю блюда буквально ресторанного уровня. Особые ценности для всех, и я не исключение, приобрели здоровье и семья. Меня очень радует, что мы не потеряли вкус жизни. Я вышла замуж. Я нашла молодого человека, и мы подали заявление в ЗАГС. Мы потом расписались и планировали сыграть свадьбу, но пришлось отложить из-за коронавируса. Наша семья приобрела большую квартиру. Мы переехали, занимались обустройством. Это было очень приятно, такие приятные хлопоты. Положительно, наверное, то, что сын стал уже, я думаю, прочной на ноги, получил второе высшее образование. У нее все удачно на работе. Дочка с удовольствием во втором класс ходит. Ходит, а не сидит дома, занимается. Это тоже положительное событие. Я вышла из декретного отпуска и влилась в работу. Когда всех посадили на карантин, мы, наоборот, очень рьяно работали, набирали темы, сюжеты, идей и так далее. В моей жизни появились интересные новые люди. Мы нашли архив военных лет, который был засекречен. И много лет доступ к нему был вообще ограничен. Мы его достали и в год 75-летия, но я считаю, это наша большая победа, мы его оцифровали и выложили в доступ. Я уже однажды была в 2000-х годах блондинкой, и я снова решила стать блондинкой. Сбылась моя мечта, мечта моего супруга. Мы, наконец-то, завели собаку. Немецкую овчарку. Вот эта сложная ситуация, которая сложилась для нас, для всех, дала возможность понять какие-то вещи, выстроить систему ценностей, перестроить где-то даже эту систему ценностей. И, грубо говоря, отлечить добро от зла, нужно от ненужного, от друзей, от врагов. Вот, наверное, это было самое главное. Счастливо многие наши сотрудники переболели ковидом. Но я очень счастлива, что все живы и здоровы. Я считаю, это главное, что характерно для нашей редакции. И это, я считаю, самым замечательным событием. Все мои коллеги живы и здоровы. И всех поздравляю с праздником. Я впервые в жизни пролетел на воздушном шаре. И летел я не 5, не 10 минут, а почти 3 часа. В итоге об этом я снял сюжет и выиграл в конкурсе. У меня в доме много комнатных растений, но кактус был одним из самых нелюбимых. Уж очень-очень колючий. Но именно эта колючка и поразила меня, когда в июле этого года вдруг расцвела роскошным белым цветком. Сбылась мечта моих детей. Они завели кота. А вообще, по большому счету, не сочтите за громкие слова, но для нашей семьи большое событие – это присвоение городу звания города трудовой доблести. Потому что я потомок магнитогорских тружеников тыла. Для меня произошло важное событие – это смена работы. Для меня это не просто смена работы. Для меня это важное решение, которое я приняла обдуманно. Для меня это новая история, новая ступенька вверх в развитии меня и в развитии телекомпании в целом. В этом году действительно было много событий. Одно из самых, наверное, главных – это 85-летие газеты, в которые я имею честь работать. Несмотря на пандемию, мы все-таки отметили это знаковое событие, заложили звезду. Это очень важно. Из личных событий у меня появилась племянница, то есть продолжение нашего рода. В этом году мы приобрели дачу и впервые в жизни стали дачниками в полном смысле этого слова, русскими дачниками. Но самое главное в этом году я считаю то, что все мои близкие, любимые люди живы и здоровы. И выше этой ценности я для себя не нахожу. Я хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что в следующем году тираж магнитогорского рабочего увеличивается до 15 тысяч экземпляров. Самым необычным событием этого года для меня стало приглашение проводить флэш-интервью на хоккейных матчах. Это тоже работа в прямом эфире, как и «Магнитогорская времечка» раньше. Безумно интересно, там свои спортивные нюансы. Ну а вообще я как мама живу достижениями своих детей. И их главные победы в этом году тоже связаны со льдом оказались. У меня дочки встали на коньки не так давно, а сын прекрасно стоял на воротах в недавнем предновогоднем турнире и вернулся с золотой медалью. Вот это для меня лучший подарок на предстоящие праздники. Ну и в завершение нашей встречи мне хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом. Как бы ни было тяжело, какие бы события ни происходили, а Новый Год всегда наступает. И Новый Год, и Рождество – это те праздники, которые мы с вами любим всенародно, при любых событиях. Поэтому я уверен, что мы будем отмечать его в этом году в семейном кругу. Вы знаете, это даже, наверное, и хорошо. Поэтому и всем работникам средств массовой информации, и самое главное, хочется поздравить и членов их семей с этим прекрасным праздником, и с Новым Годом, и с Рождеством. Здоровья, удачи в Новом Году! Новый Год